Всем привет, ребята, вы на канале CryptoCommons. И давайте просто сегодня посмотрим, что у нас происходит по рынку. Салану мы вчера посмотрели. Мой видос, конечно, нашумел нормально вчерашний. Вот этот вот видосик, вон он взрывается прямо по статистике. Где я сравнивал Салану с Dash. Но многие не поняли, я не сравнивал Салану с Dash в смысле как проект. Это абсолютно разные вещи. Я сравнивал технический срез. Посмотрите, вот эту палку с вот этой вот палкой с 2017 года. И предостерегал вас от слива ваших депозитов. Ну и грубо говоря, что мы видим после вчерашнего видео. Салана уже скорректировалась на 20%. Поэтому не знаю, не думаю, что стоит что-то дальше о ней говорить. Давайте посмотрим лучше, что у нас происходит в целом по рынку. Мы видим небольшое снижение снова по биткоину у нас. На недельном таймфрейме Хайконаша у нас вообще все еще зелено. Но локально, конечно же, мы видим коррекцию. И вот у нас этот дамп, который был не так давно. И сейчас давайте попробуем разобраться, как низко мы можем уйти. Ну смотрите, у нас тень свечи падала аж вот сюда на 42 с чем-то. Но это был каскад ликвидации такой, да? И в теории как? Это может все оказаться двойным таким тройным дном. То есть, либо что мы можем увидеть, что мы сейчас упадем не ниже этого уровня и отскочим. Да? Либо мы можем увидеть, что мы упадем ниже этого уровня и отскочим. И это называется двойное дно с медвежьей ловушкой. Исторически это, кстати, очень-очень популярный паттерн на биткоине, чтобы выстричь, как говорится, всех перед полетом. Естественно, есть также и вариант, что это вообще все туза дно и слив. Но даже в таком варианте, ну что можно сказать? Если готовиться к коррекции, то, наверное, брать... Если рассматривать медвежий сценарий, то, наверное, брать длину вот этого слива и ставить ее сюда. И понимать, что да, в худшем случае, ну, собственно, те уровни, о которых мы и говорили, 36-38, мы можем кольнуть, в принципе. И все еще оставаться в бычке, посмотрите. Как на этом таймфрейме, так и на большем таймфрейме, где мы, в принципе, находимся в конкретнейшей бычке. Потому что, посмотрите, мы стоили недавно 10 тысяч долларов, а сейчас стоим все еще 40. Поэтому не знаю, что тут паниковать. Паниковать может быть вот такой слив, вот такой, и как раз это даст хорошую параболу для закругления, вынесет всех лонгистов для продолжения роста. В принципе, такое может быть, тем более сентябрь исторически довольно-таки кровавый месяц для крипты. Другой вопрос, что может этого и не быть сейчас. Я хотел вам сказать забычий сценарий. К медвежьему просто будьте все готовы на всякий случай, потому что, конечно, есть в этом что-то, да? Посмотрите, у нас вроде как вершина, здесь у нас уже понижающаяся вершина. Тут какая-нибудь такая может быть фигня еще. Ну, не знаю, слушайте, слабо мне в это верится, но опять же, это мои хотелки, мои догадки. А так я просто вам хочу показать, что на бычьем рынке, перед тем, как мы перейдем к альткоинам, хочу вам показать, что на бычьем рынке, на прошлом, допустим, да? И даже на позапрошлом, посмотрите. Ведь тоже не все так гладко было. Это тут вам кажется, что вау, как все четко? Ну, посмотрите на вот эти вот сливы, на вот эти вот сливы, да? На вот эти вот сливы. И потом мы только вырастали, понимаете? И даже в следующем бычьем рынке тоже, перед последними фазами, посмотрите вот это. Посмотрите, какой был разрывной. Разрывняк и крышеснос, как говорится, да? То есть тут уже все тоже за такую медвежатину топили. И дальше, посмотрите. То есть такие же истории, вот. Тоже, посмотрите, вот была очень мощная коррекция. Потом все начали вот здесь, походу, лонговать. И в итоге мы что сделали? Сходили еще чуть ниже. Нарисовали медвежью ловушку и потом полетели наверх. Поэтому тут, конечно, вот, опять же, смотрите, дамп. Потом вроде как бычка, все лонганули. Опа, медвежья ловушка и только потом наверх. Поэтому, в принципе, исторически можно, да, увидеть то, что... Вот, опять же, ребят, смотрите. Дамп, поддержка, все лонганули, всех выстригли, медвежья ловушка и наверх. На бычьем рынке то же самое происходит. До тех пор, пока он не превращается в медвежий, конечно. Вот. Поэтому, что я хотел здесь сказать, что даже в бычьем рынке хрен вам всем дадут заработать. Не все так растет, как Солана. Понимаете? И нейросеть, эта, которая против нас торгует с вами, она дождется того момента, пока всех реально нас тут выстригут. И потом только за ту замунет резкой палкой вверх. Поэтому очень сейчас надо быть осторожными. Но судя по тому, что даже меня самого подмывает уже все закрыть. Там кое-как, где в плюса, где в небольшие минуса. Уже все равно же в плюсе в хорошем, да? Кто вот здесь набирал с нами, кто вот здесь добирал. Все равно все в плюсе. Имеет смысл, конечно же, сейчас фиксить частично прибыль. И вот меня эти мысли мои, конечно, немного и настораживают. То, что я так думаю. Другой стороны, мы все с вами ждали этих скидок. Dash ниже 200 снова. Биток ниже полтинника. Да, там все остальное. И вот мы не покупаем, как обычно. А наоборот, думаем распродать чуть пониже вот здесь. Понимаете? Кто вот здесь распродал на панике, вы видите, что с ними было, да? Понимаете? Тот, кто вот здесь, вот здесь не покупал. Все, короче, как обычно. Но на обратной стороне медали у нас альткоины к биткоину. Мы видим с вами самый, что ни на есть, настоящий альтсезон. Потому что доминация сыпется. Точно, как мы и ожидали с вами. Идет выпиливать этот all-time low, выбивать. И похоже, что вот сейчас как раз то, о чем я говорил своим подписчикам. Кто меня давно смотрит, вы знаете. Я часто говорил, что альты тузамунят к битку. Даже в то время, когда все сыпется к доллару. И что мы сейчас видим? К доллару все сыпется. Альты к битку тузамунят. Не все, конечно, но некоторые. Некоторые и очень даже хорошо. Тот же самый атом. Посмотрите, что делает. Вперед наверх. Атом BTC. Кто, кстати, спрашивает, не поздно ли влетать в атом. Я не знаю. Вы, наверное, к доллару его торгуете. Да, вот он, в принципе, уже приближается к своему all-time high. Но к битку, если вы посмотрите, в принципе, он только-только-только вырывается из вот этого накопления. Назовем это так. И вот у него есть некое нисходящее сопротивление, которое вот он вот-вот готов пробить. И возможно, что когда он его пробьет, он попрет не хуже саланы. Поэтому атом очень интересно сейчас выглядит, как и многие. Как и большинство, на самом деле, альткоинов, если присмотреться. Basic Attention Token тоже, посмотрите. Он еще даже не там, где атом. Он вообще валяется внизу, прям в самой-самой вкусной зоне накопления. Присмотритесь к нему. И патрону я вчера выложил, можно сказать, сигнал. Ну, кстати, можно назвать это сигналами, ребят. Потому что по а тому я давал сигнал в Твиттере пару недель назад на лонг. Он уже вырос на 40, по-моему, процентов. Поэтому вот они, бесплатный сигнал для вас. Обратите внимание, трон к биткоину приблизился к своему многолетнему нисходящему сопротивлению. И достаточно уверенно в него долбится. И вот прямо сейчас его пробивает. Поэтому просто обратите внимание на трон к биткоину. Это дисклеймер, не финансовый совет. Но если трон к биткоину сейчас выстреливает, то потенциал очень хороший. И причем неважно, локально падающий рынок к доллару или растущий. Если вы хотите сделать больше битка и ходите его в долгосрок. Если вы не спекулянт голимый, а реально тру биткоин ходлер, крипто чувак. Да, за технологию здесь, а не за то, чтобы иксов нарубить по-быстренькому. Потому что такие мы все знаем, что с ним происходит. Кто по-быстренькому иксов нарубить, они все заканчивают сливом депозита. Если вы реально здесь в долгую в ходл, то почему нет? Посмотрите. Это как минимум какая-то вот такая палка будет. На ретесты каких-то вот этих, вот этих, вот этих предыдущих сопротивлений. Да и плюс на троне сейчас столько тезера, что его, в принципе, сам манипулятор велел запампить. Вот. Такой вот взгляд на трон. Я уж молчу про дэш. Там все еще прекраснее выглядит. По лайткоину, кстати, тоже. Лайткоин к биткоину. Тоже еще даже не приблизился к этому сопротивлению. Посмотрите. То есть он вообще сейчас находится в конкретнейшей зоне аккумуляции. Тут, конечно, у него сопротивление это не такое очевидное. Но, тем не менее, оно есть. Здесь мы видим, что мы находимся в нисходящем треугольнике. Причем глобально. Глобально мы находимся в нисходящем треугольнике уже очень-очень давно. Но также это можно рассмотреть и как падающий клин. Один в другом. Вот такой вот падающий клин внутри большего падающего клина. Поэтому я не любитель этих паттернов. Но, тем не менее, это когда пробивается наверх, то это очень сильно туза монет. И говоря про лайткоин, хочу вам показать свой небольшой лонг, который я открыл на бирже PrimeXBT, на который дают 50% бонус на депозит. PrimeXBT. Эта площадка в корне отличается от множества криптобирж, потому что это больше, чем криптовалютная биржа. Посмотрите. Здесь можно торговать не только криптой, но также сырьевыми товарами и индексами компаний. И еще Forex рынками, то есть всеми валютными парами в одном флаконе. Еще что отличает эту биржу от остальных, здесь есть функция Covesting. Иными словами, Copy Trading. Это когда вы выбираете одного какого-нибудь трейдера и выделяете часть депозита на автоматическое копирование его сделок. И самое интересное, ребята, что когда вы открываете аккаунт на этой бирже по нашей ссылке, на депозит в 1000 USDT вам сразу же начисляют 350 долларов трейдинг бонусами. Я только что сам это сделал, проверил, действительно сразу приходит бонус. Как вы понимаете, это достаточно много. Плюс к этому вы не поверите, но если вы нажмете вот сюда, перейдете в свой аккаунт и вы введете промокод CryptoCommons50, то это аннулирует ваш первый стандартный бонус в 350 долларов, но вы получите 50% на свой депозит. Иными словами, любая сумма, которую вы положите на депозит от 1000 USDT будет увеличена в полтора раза. И вы можете начинать торговать, как вы уже поняли, не только криптовалютами, но и другими активами, такими как акции, сырьевые товары, драгметаллы, индексы и валютные пары. То есть, грубо говоря, заниматься уже серьезной диверсификацией и ребалансировкой своего портфеля и пробовать себя на традиционных рынках. Так что, друзья, не упустите эту возможность. Ссылка на биржу, конечно же, в описании. Еще один важный момент. При регистрации из России не указывайте номер телефона, достаточно имейла и пароля. И далее, когда вас спросят выбрать страну, выбирайте Украину или любую понравившуюся вам страну, без указания номера телефона. Это связано с тем, что Россия попадает под список санкций, но представители биржи обещают в скором времени это ограничение снять и говорят, что никаких проблем нет у всех, кто регистрируется из России, без VPN, без всего остального. Просто указывайте Украину и регистрируйтесь по e-mail. Все. Реально 50% в бонус. Вот, я клал сюда штуку, мне начислили 500. И вот я торгую сейчас Litecoin, Unrealized Panel 150, но он уже тоже был больше 500, сейчас просто все скорректировалось. Тема абсолютно реальная, если вы прокрутите вниз этого видео, в любимых биржах вы найдете ссылку на PrimeXBT, ну, в принципе, сверху она будет. Бонус 50% на депозит. Единственное, что нужно, этот бонус только на биткоин и на USDT, на эфир, на Litecoin, он не катит. И нужно ввести промокод CryptoCommons50. Это абсолютно реальная история, никакая не подстава. То есть, даже если вы положите биток, вам дадут полтора битка. Тема, на самом деле, жареная. Вот, что мы еще видим? Луна BTC. Посмотрите, что исполняет. Вот, респект всем держателям Луны. Название оправдалось. Ну, тут и к доллару такая же картина, и к биткоину. Очень, конечно, хороший памп. И я вам хочу сказать, что вы ждите в своих монетах-то. Вы сейчас, вот кто сидит в просадке, вы находитесь вот здесь. Не важно, какая монета, важен технический срез. Вы вот здесь вот все это продаете, плюетесь в убыток, в безубыток, там, в минуса. А в итоге потом что происходит? Вот. Но, опять же, вот с такими штуками, как я вам на битке показывал. Не обольщайтесь. И потом мы улетаем туда. То есть, будут еще и вот такие штуки обязательно. Но, в целом, конечно, да, мы видим, что большинство альткоинов сейчас падает. Так это же прекрасно. Вы же всегда ждете. Вы говорите, я на просадке куплю. Вон, у Cardano Hard Fork. Binance объявила о поддержке предстоящего Hard Fork Cardano. Кстати, непонятно, монет начислят или нет. Но в ночь 12 на 13 сентября будет Hard Fork. Приостановят депозиты и снятие ада. И напишите в комментариях, если вы знаете, будут ли начислять монеты или нет. Но, видимо, нет, потому что это будет безотказный Hard Fork. Хотя, как всегда, на любом Hard Fork могут появиться другие валидаторы, которые скажут, нет, теперь Cardano Classic какой-нибудь появится. Ну, в общем, я о чем хочу сказать. Что на ожидании Hard Fork, опять же, как вы думаете, полетит Cardano дальше или скорректируется? Потому что, смотрите, у нас недельная красная свеча хайка нашей. То есть, в теории, мы можем упасть до сетки перед продолжением роста. На окончание обычного цикла это не похоже. Тоже это похоже на вот такую ступеньку. Я думаю, что будет еще тузамун по Cardano. По стеллару тоже, мне кажется, очень интересный сетапчик. Посмотрите, вот эта зона проторговки, она прям готовится пульнуть наверх. Посмотрите, какие зеленые импульсы хорошие. И если она пульнет наверх, то там вообще, мама, не горюй. И по Ripple тоже, я вам хочу сказать. Ripple ходлеров, хочу всех успокоить. Все тут прекрасно. Посмотрите, на недельках какой классный разворот мы видим. И наберитесь терпения. Вот здесь мы тоже видели такие формации перед финальной хорошей палкой. Наберитесь терпения. Риск менеджмент соблюдайте. Даже Ripple к битку, посмотрите, прекрасная проторговка, аккумуляция. И вот он сейчас удерживает сетку, похоже. Сетка, правда, еще не развернулась в бычью сторону. Но когда она развернется, Ripple уже улетит на несколько иксов. Так что такие дела. Tezos я видел, неплохо полетел. Тоже вот, посмотрите, Tezos вот тут валялся, валялся. Его все продали, и он полетел. Смотрите, три недельные свечки наверх фигачат. К доллару это еще виднее. Tezos пытается пробиться через вот эти вот уровни и улететь в космос. ETH Classic. Вот разве что всех фанатов ETH Classic хочу немножко остудить их пыл, потому что он уже очень сильно улетел. Все, кто с нами набирали ETH Classic, вот тут по 3-7 баксов, уже иксанули, когда он слетал на 100 с чем-то. И подразгружаются. Поэтому будьте осторожны. Он, конечно же, наверное, пойдет еще дальше, несмотря на то, что он уже переписал all-time high. И тоже он валялся, помните, никому не нужны, как Antology, как Dash, как все говорили, нахрен. Это все скам. В итоге он дал очень сильный импульс. Возможно, он сейчас скорректируется еще перед продолжением роста. Но, возможно, и нет. Мне вот в этом плане Raven нравится. Raven Coin выглядит очень интересно. Вот эта вот импульсная волна тоже. Кто знает, кто смотрит мой канал давно, мы набирали Raven Coin вот здесь. Все это падение оказалось просто каким-то безумным. Посмотрите, вот. Это было долгое-долгое падение. В итоге Bums. Мы улетели в космос. Raven к битку мы торговали, правда. Тут вообще было вот биток рос. А Raven падал, падал, падал. В итоге он улетел на 10x. Профит сняли. Упал. Провалился под сетку вот здесь вот. И только после этого развернулся. Вот эфир Classic еще не провалился под сетку, на мой взгляд. Я думаю, что можно ожидать от него еще чуть более глубокой коррекции. Как вариант? Как вариант, ребята. Эфир к биткоину выглядит очень хорошо. Вообще, посмотрите. Растущий тренд на недельках. Смотрите, всегда недельные свечи Хайка Наши. Вот здесь вот вырубаются недельные свечи. Есть обычные свечи, да? Они вас запутают. Посмотрите, у них все время то красные, то зеленые. Не пойми, короче, что. А есть свечи Хайка Наши. Они вас, наоборот, распутают. Они вам четко тренд показывают. Видите? Все зеленые сейчас. Есть урок у меня по свечкам Хайка Наши, кто не в теме. Вот сюда вниз описание крутите. С Ютуба его убрали. Он теперь только на Кост ТВ доступен. Опа, походу ссылка битая. А, не, нормальная ссылка. Вот, нажимаете там и попадаете вот сюда. Смотрите этот урок. Очень полезный урок. Как распознать тренд. Поэтому я могу говорить вечно, но вы все сами увидите, если будете так же смотреть на это все и своими глазами. Лучше, конечно, самим понимать. Опять же, эфир смотрите. Я что могу сказать, если он сейчас пробьет 8 миллионов Сатоши, то там следующая остановка даже не 9, которую Карл ждет, а все 12 миллионов Сатоши. И это мы реально увидим уже эфир там и по 5, и по 7 тысяч баксов. Не вопрос. Но на сладкое, конечно, я вам оставил. А, сейчас Антологи еще просили посмотреть. Антологи выглядит как просто конченая скамина, но это же и прекрасно для добора позиций, согласитесь. Вот Рейвен я вам сейчас показывал. Рейвен вот так же выглядел. Все из него вышли. И он сделал так, бум, понимаете. И все в него вот здесь зашли. И потом он сделал вот так, вот так. И потом только пойдет дальше. Поэтому, ребята, если вы хотите реально, как это говорят, падающие ножи ловить, то Антологи сейчас выглядит прекрасно для этого. Но на самом деле это не падающие ножи, это называется умная аккумуляция. Смарт-мания аккумулирует вот в этих зонах и продает там, где хомяки залетают. Ну и даже BTC на сладкое вам. То же самое. Выглядит как Антологи. Выглядит как конченая скамина. Несмотря на то, что это охренеть, какой крутой проект. Если вы посмотрите новости, почитайте. Dash Pay. Fast Pass. Куча мерчантов по всему миру. Используют ее как крутейшую криптоплатежную сеть. Какой там Сальвадор со своим биткоином? Где там этот Lightning Network еще? Какие там, я не знаю, карданы? Все понятно, но, блин. Ну посмотрите на Dash. Технический срез, ну просто это вот-вот она, ваша кардана по 3 цента. Вот она, ваша Solana по 2 доллара. Просто берете Dash по 200 баксов и полетели на 2000. Дисклеймер, не финансовый совет. Все. Надеюсь, вы меня еще не ненавидите за это. EOS, кстати, так же выглядит. Тоже как убогое говно. Но смотрите, как он стрелял. В принципе, тоже, я думаю, он еще стрельнет еще лучше. Короче, резюме такое. Подбираете то, что дешево, продаете то, что дорого. Все. Шортите, если то, аккуратно со стопами, потому что шортить бычий рынок – дело неблагородное. Ну и напоминаю вам, что биткоин в логарифмическом канале, никуда он не делся. Вот свечка Хайка Наши, это прямо сейчас видели, меняла цвет. Решается судьба сейчас ее. Если она удерживается зеленой недельной свечкой Хайка Наши, то вообще просто все прекрасно. То есть уикенд будет решающим. Если на уикенд мы пампим, то это просто продолжение роста, и мы сейчас все еще на середине пути. Если же мы дампим, то, возможно, будет какая-то еще просадочка перед продолжением пути. Ну не думаю я, что конец бычьего рынка был вот здесь, но это полный бред, потому что посмотрите другие концы бычьего рынка, сами все увидите. Это скорее какая-то вот такая была вершина. Возможно, кстати, с большей коррекцией, как сейчас все и говорят, что мы еще вот так сходим. Не знаю, ребята, смотрите сами. Но еще напомню вам, что индикатор Хэш Риббенс закричал лонг не так давно. Вот он дал бай сигнал, и мы уже растем. В принципе, с тех пор мы и растем, как вы видите. Поэтому ему тоже можно доверять. Он практически никогда не ошибался. Даже перед ковид-дампом вот здесь он все равно не ошибся и показал вот такой лонг. Правда, потом был слив. Но потом все равно был лонг, поэтому возможен еще слив. Но в целом это лонг, вы сами понимаете, в долгую. Поэтому, чуваки. Дисклеймер, короче, не финансовый совет всем профитролей. Не бойтесь покупать внизу и не жадничайте продавать наверху. Ну а с вами был Гридин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, стопы и тейки. И скоро увидимся.